Сталин. Сталин. А его зачем? Отец он мне. Сталин? Но. Родной? Но. А он знает. А то. Можно ли стать знаменитым актером в 7 лет, снявшись всего в паре фильмов? Судьба Михаила Филипчука говорит нам, что можно. Михаил в детстве снялся в легендарном фильме «Вор» режиссера Павла Чухрая. После успеха фильма многие пророчили мальчику успешную кинокарьеру. Однако через два года после «Вора» Филипчук исчез с киноэкранов. Что же с ним стало? На этот вопрос мы вам и ответим сегодня. В возрасте 7 лет Михаилу Филипчуку улыбнулась удача. Талантливого первоклассника заметил Павел Чухрай, просматривая фотографии мальчиков на одну из главных ролей в фильме «Вор». Михаил, проходя пробы, сразу покорил всех своим обаянием, артистизмом и детской непосредственностью. Поэтому вопрос о том, кого взять на роль маленького Сани, был снят. Чухрай однажды заметил, что мальчик взрослел со своим героем по мере съемочного процесса и стал настоящим находкой для фильма. Филипчук должен был сыграть так, чтобы не затеряться на фоне известного актера Владимира Машкова. Как говорил сам Чухрай, главным героем фильма должен был стать именно Саня, которого воплотил Филипчук. Этот фильм в некоторой мере является воспоминанием детства самого режиссера, когда многие дети послевоенного времени были вынуждены рано повзрослеть, когда повально царила безотцовщина. Не только зрители, но и кинокритики заметили, как проникновенно сыграл Михаил Филипчук, несмотря на свой возраст. За эту роль он был удостоен нескольких престижных наград и номинаций, среди которых номинация в премии «Золотой Овен», специального приза жюри актерскому трио на Международном кинофестивале в Таллине, приза Международного фестиваля актеров кино «Созвездие 97» в номинации «Дебют», приз «Молодой актер». Казалось, что карьера Михаила должна была пойти ввысь. И действительно, в 1997 году он был задействован помимо вора еще в таких фильмах, как «Мы, дети, твои, Москва» в роли Юрия Лужкова и в «Сироте Казанской». Спустя год Филипчук снялся еще в боевике «Незнакомое оружие» или «Крестоносец 2» режиссера Ивана Дыховичного. После этого мальчик пропал с экранов, что вызвало всеобщее удивление. Однако сам юный актер заявил, что профессия артиста ему не подходит. Еще снимаясь в воре, мальчик сильно уставал в процессе съемок. Немного позже Филипчук признался, что быть актером нелегко. Выбрав этот путь, нужно будет ждать новых ролей. А если их нет, то и жить не на что. Кроме того, Михаил пожаловался на то, что тяжело перестраивается, выходя из роли. Для этого нужно уметь врать, а такая перспектива не для него. Сыграло и то, что мальчику все тяжелее становилось совмещать съемки в фильмах с учебой. Из-за этого у него стали портиться отношения с одноклассниками. Однако Михаил еще с детства знал, кем будет. Его увлечение физикой и информатикой помогло ему поступить на факультет общей прикладной физики в Московский физико-технический институт. Окончив учебу, он стал бизнес-консультантом и переехал в США, в Сан-Франциско, где и работает программным инженером в крупной фирме. Свободное время он посвящает путешествиям. Сам же Михаил нисколько не сожалеет о том, что не пошел по актерской стезе. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале, вам точно будет интересно!